Ужасные впечатления, типа ноги отмерзли, руки не чувствуем, с пересадками на границах, с кучей документов, с задержками. Что люди могут сделать? Люди ничего просто не могут сделать. Но каждый защищает свои интересы, вводит меры безопасности. Был прямой поезд, спокойно посадили себе, ездили и не было бы проблем. А сейчас вызывает кучу негатива и агрессии по поводу властей, причем обоих сторон. Мы надеемся, что это все скоро прекратится и нормально будет ходить крымский поезд, как ходил. И вообще все мирно, быстро все разладится и все будут жить мирно и спокойно. Я с Киева приехала в Ялту к парню. Доехали мы до Новоалексеевки, там заказали такси, 250 гривен с машины, нас 4 человека насобиралось. Вот доехали за минут 20 до украинской границы. Там где-то час проходили таможню пеша, потому что очень много людей, очень много. Все с поезда, никого ничего не останавливает, то, что отменили, все люди едут. Я думаю, что после праздников это все запустят. Наша украинская власть боится терактов со стороны Крыма, России, не знаю. Ну вот, вот так думаю, праздники пройдут и все запустят в старом режиме. Тормозим маршруточки, ждем, может кто-то довезет. Нас много, все, ну как, холодно, замерзли, но довольны. Я из Киева, там я учусь, сюда приехал на Новый год к друзьям, к родственникам. Добирались, конечно, тяжело на перекладных. Сначала поездом, потом такси, потом пешком, и вот я здесь. Будем искать пути теперь, как добраться до Симферополя. Машин нету, маршруток нету, что-нибудь придумаем. Холодно очень, очень тяжело, люди психуют, у всех нервные срывы. Долго ли это будет? Не знаю, надеюсь, нет. Хочется уже все-таки как-то более легкие пути.